Сказав в конце судебника, что законы его не касаются дел старых и не отменяют решений прежних, хотя еще и не исполненных, что новые случаи могут встретиться в судах и произвести новые уставы, которые должны быть приписаны к всему гражданскому уложению, Иоанн 1550 до 1580 года издал многие дополнительные указы, важные по тогдашним обстоятельствам государства. Отменив в 1556 году судные платежи, вместо их определив жалование наместникам, положив общую дань на города и власти, велев разбирать уголовные дела судьям, избранным гражданами и сельскими жителями, Головам, старостам, соцким он запретил судебные поединки во всех случаях, где можно было решить дело свидетельствами или крестным целованием, то есть уничтожил навеки сие древние обыкновения времен рыцарства и невежества, уставил наказывать лжесвидетелей кнутом и тяжкую денежную пению, прибавил следующие статьи к законам. Первое. Если в обыске люди говорят разно, одни за истца, другие за ответчика, то верить большинству голосов, 50 или 60. Если число голосов на обеих сторонах равное, то сделать новый обыск, призывать людей из иных, ближних селений, дабы узнать истину. Свидетельства пяти или шести человек малоизвестных недостаточно для обвинения, но слово боярина, дьяка и приказного всегда уважается как достоверное. Если истец и ответчик шлются на одного человека, то он решит тяжбу. Заложенное свидетельство боярских и дворянских людей подвергается их господин царскому гневу. Но если сам господин объявит царю о лжи их, то невинен. Главное дело старост есть предупреждать обманы и заговоры в мирских показаниях. В случае небрежения, криводушия, пристрастия сих избранных чиновников им казнить без милосердия. 2. Если господин будет искать сносов на вольном человеке, который, служив ему без крепости, оставил его, или даже тайно ушел из дому, то не давать суда господину, ибо он может с досады наклепать на слугу невинного, коего держал без кабалы, негласно для закона и неосторожно. 3. Холоп освобожденный уже не должен служить старому господину, или его отпускная уничтожается. 4. Если господин присваивает себе кого в рабы, а сей человек доказывает свою вольность, и, будучи отдан на поруку, уйдет, то уручатель платит истцу забеглого 4 рубли, кроме всякого иного иска. 5. Кто сочинит подложную угревость на вольного человека, тому смертная казнь. 6. Пленник может быть рабом, но смертью господин освобождается, а дети его всегда свободны, если он не женится на рабе или не даст на себя крепости. 7. Крещенные иноземцы могут идти в кабалу, но только с ведома казначея государева, и если они не в царской службе. 7. Для взыскания 100 рублей долгу назначается месяц сроку, а с человека служивого 2 месяца, после чего должник неисправный выдается головою из судовыкупа, но не в вечное рабство. 7. Сие взыскание долгов, называемых провяжом, делалось таким образом. 8. Пристав выводил должника Разутова на улицу к дверям судной избы и сёк его в часы заседания по голой ноге прутом. 8. Иногда для вида, иногда больно, до самого того времени, как судьи уезжали домой. Обыкновение азиатское, отмененное Петром Великим. 8. С людей служивых взыскивать старые долги в течение пяти лет, от 1558 до 1563 года, без лихвы, а новые с половинными ростами или 10 на 100. 9. Ибо государь отменяет навсегда старую тягостную лихву, 20 на 100. 9. Взыскание по рядным грамотам должно быть для всех непременное и точное, но без ростов. 10. Кто не выкупит ручного заклада, того надо бы извести, что срок минул, и назначить новый для платежа неделю или две. 11. Ежели и после не выкупит, то нести заклад к старости и к целовальникам, продать честно небезнадежных свидетелей и взять долг с ростами, а лишнее отдать должнику. 11. Если же вырученных денег мало для уплаты займа, то остальное взыскать с должника. 11. Истец-заимодавец не имеет нужды в письменном обязательстве, если ответчик в суде признает себя должником. 12. Многие заложили свои вотчины с тем, чтобы вместо ростов заимодавцы пахали и сеяли там хлеб. Для облегчения должников повелевается возвратить им все такие земли с обязательством не продавать никому, а в течение пяти лет удовлетворить заимодавцев, коим в случае неисправного платежа снова отдается вотчина. 13. В всем указе говорится о книгах вотчинах, крепостных и закладных, которые находились в дьяков. 13. Если жена умирает, назначит в духовный душеприказчиком мужа своего, то сей духовный не верить, ибо жена в воле мужа, что он велит писать ей, то она и пишет. 14. Налагать эпитимию на христиан, которые, быв в плену или в неволе, дали клятву не бежать и бежали, ибо клятва преступления есть грех смертный, и лучше умереть, нежели нарушить обед священный. 15. Иногородние, истец с ответчиком, судятся в Москве у царских казначеев, будя они из разных городов, а если из одного, то отсылаются к их наместнику в делах земских, но не в уголовных судимых на месте преступления. 16. В столице нет ни смертной, ни торговой казни в день большой панихиды, когда митрополит обедает у государя. 17. Запретив духовенство покупать недвижимое имение без царского ведома, Иоанн предписал в всех дополнениях судебника отнять у епископов и монастырей все казенные земли, села, рыбные ловли, коими они несправедливо завладели в смутные времена боярской власти. 17. Иноки, писал он к святителю Казанскому Гурию, должны орать не землю, а сердца, сеять не хлеб, а словеса божественные. 18. Наследовать не села, а царство небесное. 18. Многие епископы наши думают о бренном стяжании более нежели о церкви. 18. Мысля таким образом, Иоанн смелее деда своего обогащал казну достоянием безмолвного духовенства. 19. Сего времени новый судебник был общую книгу из законов для России до царствования Алексея Михайловича. 20. Сверх того, Иоанн давал областным начальствам грамоты уставные и губные. 21. Первые определяли доход, права, обязанности наместников и других царских сановников, заключая в себе и важнейшие уголовные статьи судебника, вместе с некоторыми частными, особенными постановлениями. 21. В одной из них, данной калмогорским жителям в 1557 году, сказано, что царь освобождает их от суда наместников с условием, чтобы они вносили в казну ежегодно по 20 рублей сахи, то есть 64 дворов. 22. Что головы двинские для истребления воровства, разбоев, пьянства, ябеды должны выбрать соцких, пятидесятников, десятских, которые ответствуют за безопасность и благоустройство в их ведомствах. 23. Что ежели головы или народные судьи дерзнут употребить во зло доверенность граждан, теснить людей или хаимствовать, то будут казнены смертью, что всякие дела, обыскные и судные, записываются у них земскими диаками. 24. Что двиняне вольны сменять судей, и в таком случае обязаны присылать новых в Москву, доцелуют крест пред Диаком Государевым в соблюдении правды. 25. В другой уставной, также двинской грамоте, означена мера дворов, изб, ледников и всего, что жители должны были выстроить для навестников и теунов. 26. Слово «губа» знаменовало в древнем немецком праве усадьбу, а в нашем – волость или ведомство. Губные грамоты давались областным судьям и содержали в себе единственно уголовные законы. В них предписывалось старостам, губным целовальникам, дьякам начинать исправление своей должности обыском или съездом с знатнейшими жителями их волости, с князьями, детьми боярскими, архимандритами, игуменами, иереями и с поверенными каждой выйти или участка, обязанными под крестным целованием заявить всех известных им воров и лихих людей. Сие показания вносились в книгу, обвиняемых предавали суду, пытали, достояние их описывали для удовлетворения истцов. Кто винился, того казнили по судебнику, кто запирался, не мог быть уличен верными свидетельствами и представлял за себя надежных ручателей, того освобождали, не уличенных совершенно, но сильно подозреваемых сажали навсегда в темницу. Кто решительно одобрял человека, судимого уголовным судом, тот имением и жизнью ответствовал за его будущие преступления. Стараясь обуздать злодеев для спокойствия честных граждан, Иоанн лучше хотел быть жестоким, нежели слабым, в противность новейшей мысли российского уголовного законодательства, что лучше 10 виновных оставить без наказания, нежели казнить одного безвинного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok